Друзья, добрый день, с вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, и я являюсь журналистом. Мы сегодня с вами ведем ясности, потому что я допускаю, что вина это, конечно, моя, что я нечетко объяснила, хотя канал мой я веду регулярно, то есть каждый день последние 6 месяцев. И, конечно, у меня набралось огромное количество подписчиков, но я так поняла, что какое-то количество людей не поняли все-таки, о чем я говорю. Но вина моя, естественно, я нечетко объяснила. За что же борются итальянцы все вот эти месяцы? Или в целом за что борются европейцы, поскольку мы вот скооперировались. Я работаю с Вероникой, с блогером из Австрии, Ксюша с Мальты. Сейчас присоединилась Валида. Нет, Валида даже раньше присоединилась из Греции. Наташа Фалькона присоединилась в Соединенных Штатах Америки. И сегодня вечером я записываю обещанное интервью с Леоном. Поэтому мы друг друга очень хорошо взаимно понимаем, потому что все наши народы, по сути, борются за одно и то же. Я допускаю, что действительно я нечетко сформулировала свои мысли. И сейчас я объясню, с чем же связаны манифестации, на которые езжу я, и чем недовольны итальянцы, чем недовольны европейцы. Итак, друзья, ради взаимопонимания, за что же борются итальянцы и за что борются европейцы в данный момент? Поскольку я в этой стране проживаю практически 25 лет, с 1997 года, то есть до перестройки. Я вышла замуж, такое перестройка. Перестройка для Италии – это Евросоюз. Какая у вас ассоциативная память с перестройкой? Не самая лучшая, правильно? У меня точно так же. Вот сейчас мы живем в эпоху Великой Европейской перестройки. Так вот, как жила средняя арифметическая итальянская семья. Например, семья моего мужа. Их пять человек было. Отец, мать и три брата. Отец зарабатывал очень прилично. Мать зарабатывала меньше, значительно меньше, потому что она работала столько, сколько она хотела. Квартира у них своя. Та самая квартира, дом, в котором мы сейчас живем. В те времена они выплачивали ссуду. То есть часть зарплаты шла на погашение ссуды. У каких-то итальянских семей они снимали квартиру. Часть денег шло там, допустим, это вода. Мы живем без газа, у нас камин. Вода, электричество. То есть так называемые коммунальные расходы. Остальные деньги шли на одежду, на еду. Что-то отложить. А тринадцатая зарплата – это поездка всей семьей в отпуск. Так, по поводу жилья. Итальянцы, так же, как и все остальные европейцы, где хотели, там и жили. То есть вы, будучи жителем Кенчану-Терми, для вас никакого труда не составляло бы поехать жить в Рим, либо там купить квартиру, либо снимать квартиру, обучаться там или найти работу. Не надо было покупать прописку, поскольку я москвичка, я просто помню очень хорошо, что Москва – это был закрытый город. И те люди, которые хотели переехать в Москву, они московскую прописку покупали, то есть давая взятки чиновникам. Тогда это была не мэрия, это мостсовет, по-моему, называлась. И такая взятка, она составляла около десяти тысяч рублей. Здесь передвижение было абсолютно свободное всегда. То есть человек, где хотел, там он и жил. И квартира, если это была государственная, потому что многие получали квартиры, да, тут уже, как говорится, получите, пожалуйста, то, что вам выделяет государство. Но очень многие люди, которые покупали квартиры или снимали, они не ждали там какой-то кооператив, который должны там построить через пять лет, через десять лет, через три года. Они имели возможность купить ту квартиру, которую они хотели, в том городе, где они хотели. Той конструкции, которую они хотели. Дальше. Что касается мебельных магазинов. Я говорю про Италию, эпоху, эпохи развитого капитализма. То есть мы начинаем с вами вот 50-е годы, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. То есть мебель. А Италия всегда была знаменита своей мебелью. Для того, чтобы купить кухню, объезжали несколько магазинов итальянские семьи. Я не говорю вам про элиту, я говорю про рабочих, про крестьян, про учителей, про врачей. И выбирали эту мебель. Выбор был огромный. А потом вечерами сидели, смотрели проспекты и думали, что больше подойдет. Там под цвет, под окна и так далее, и так далее. Потом покупали. Через неделю, через две недели, через три недели эту мебель привозил мебельный магазин, монтировал. И она была укомплектована полностью. Не то, что там не хватало каких-то ручек, не хватало каких-то полок. Все просто под комплект делалось. Выбиралось точно так же, выбиралась сантехника. Итальянские женщины с 60-х годов не знали никогда, что такое стирать руками. Потому что появились стиральные машины. И очереди на них не стояли. То есть приезжай в магазин и, пожалуйста, Сан-Джорджио. Такая была уже марка в 60-е годы. И покупай то, что тебе нравится. Выбирай любой порошок любого состава. Что касается продуктов питания, супермаркетов, как делали итальянки. Точно так же, наверное, как и делают сейчас. Приходили в магазин, в супермаркет. Это было удовольствие. Сыр. Итальянцы очень любят сыр. Пожалуйста, один сорт, второй сорт, третий, двадцатый, тридцатый, пятидесятый. Вот они стоят, они привыкли к этому. Чахнут над этим лотком и выбирают, какой кусочек. Только выбрал, сразу подскакивал услужливый продавец, который взвешивал, красиво заворачивал. Точно так же выбирали вино. Точно так же выбирали воду. Выбирали все остальные продукты. Любые. Туалетную бумагу. Ну, что я там буду перечислять. Любой выбор. Пожалуйста, никаких проблем. Одно удовольствие. Что касается одежды, вы мне написали, ты и шить-то не умеешь. Нет, не умею. А зачем мне это? Есть выбор, например. Можно пойти в магазин, правильно, как делали итальянки, и покупали юбку. Не та, которая висела, а потом думали там, как ее переделать. Огромный выбор юбок. Огромный выбор брюк. Курток. На шубу приходилось копить. Ну, где-то около года. Я говорю про обычную семью. Сейчас женщины меньше стали носить шубы, раньше носили. Вот, допустим, на норковую шубу могли копить, там откладывать по чуть-чуть целый год. Но выбирали ту шубу, которая нравилась, потому что магазинов было много, фасон, там длина и так далее. Там же был скорняк, который мог подогнать. Одно удовольствие, правильно? Что касается шить. Да прекрасно итальянки шьют. Потому что есть выбор. Итальянки 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Она могла либо купить эту юбку, либо, пожалуйста, здесь у нас везде есть закройщица, это не так дорого заказать, либо, если нравится, шить самостоятельно. Точно так же и вязальщица. Вот у нас внизу женщина. Она вязальщица. Она такого же возраста, как моя свекровь. Я у нее заказывала гетры. И точно так же делали и раньше. Ты к ней приходишь, у нее была всегда любая шерсть или хлопок. Был мохер. Пожалуйста, любой цвет, любой фасон. Две недели, и, пожалуйста, твоя вещь, твой свитер, он готов. Ручная вязка. И выбираешь ты все. Каждая итальянская семья, и имейте в виду, что Италия – это очень небогатая страна в Европе, в конце недели люди шли в любимый ресторан, где можно было вкусно поесть и недорого, где, естественно, не размешивали вино водой и не обсчитывали. Просто забирали в сдачу и, не пересчитывая, складывали ее в карман и шли домой. И через неделю это повторялось. В течение дня итальянцы любого, любого уровня выходили, пили аперитив. И, как я вам сказала, 13-я зарплата – это был отпуск. В нашем городе нет ни одного человека, который хотя бы раз не побывал в Париже. Не побывал в Испании, не побывал в Швейцарии, в Австрии. Моя свекровь в те времена имела возможность на выходные, на два дня поехать в Швейцарию, в Лугану, к своей родной сестре, которая до сих пор там живет. Никаких проблем. Это все было доступно в эпоху великого капитализма итальянскому населению. До перестройки. Я говорю вам, до перестройки. Вот такие вот прелестности. А не то, что я прихожу на работу, и мне профсоюз говорит, ты едешь на 21 день в Абхазию, в тот-то самый санаторий, ты там будешь есть то, что тебе предложат местная замечательная столовая. Вот винегрет за 4 копейки – это просто высший пилотаж. Это притча в Исицах, извините. А итальянские семьи, даже семьи рабочих, в эпоху развитого капитализма немцы жили еще лучше. Кстати, и французы жили лучше. Они открывали Атлас и смотрели, куда мы поедем, насколько мы поедем. И это свобода передвижения. И только от такого отдыха, на мой взгляд, выбранного тобой и семьей, а ведь как эти там поездки, я так знаю, что очень часто в эти санатории, по-моему, давали путевку одному члену семьи. Один член семьи там ехал и даже, бывало говорили, вдавался в загул. А тут вся семья едет, там на неделю, на два дня, на полтора дня. Выбирали люди самостоятельно и ехали, куда хотели. По поводу медицины. Классная была медицина. В Италии в эпоху развитого капитализма медицина была роскошная, просто роскошная. То, что у нас сохранилось от этой прежней роскоши, до перестроечной, это госпиталь в Сиене. Потому что любой человек, который живет в регионе Тоскана, он подтвердит мои слова, что госпиталь замечательный. Какая была итальянская медицина до перестройки? Предположим, надо сделать какой-то текущий контроль. Вот. Вы приходили, вы приходили, записывались, и вы знали, что есть очередь, поскольку это бесплатно. И через месяц вам предоставят этот текущий контроль. Любого специалиста. Если что-то срочное, ну мало ли там инфаркт, или там не приведи Господь, вдруг аппендицит. Что происходит? С пронтосу курсу. То есть скоропомощное отделение. Пожалуйста, люди приезжали в больницу. Кстати, у нас внизу была полулаборатория, полустационар. Вот. И приезжали туда люди. Пешком можно было дойти. Сейчас закрыли. В эпоху перестройки. Это перестройки было. Пожалуйста, делали. Но если кому-то что-то неожиданно, проводили все контроли бесплатно и сразу же. И очень качественно. Потому что оборудование медицинское всегда было. И, кстати, у итальянцев, итальянские фабрики всегда выпускали очень хорошее медицинское оборудование. Кстати, и домашнюю технику, это и стиральные машины итальянские были. Всегда замечательные были. Они и кухонные комбайны и так далее, и так далее. Вещи, кстати, вещи made in Italy, они были потрясающего качества. И стоили очень недорого. Вот. Все. А если, допустим, люди хотели побыстрее, покруче, тогда были частные врачи. То есть это была альтернатива. Каждый человек он мог быть выбрать. Знаете, какая продолжительность жизни была в Италии? Я вам приведу пример сейчас. Сейчас сократилось. А тогда было 85 лет. 85. У нас до сих пор здесь есть люди, которым за 90. О чем это говорит? О том, что жизнь была качественная, медицинское обслуживание было хорошее, все было доступно, минимальное количество стрессов. Давайте сравним, какая средняя продолжительность жизни была в Советском Союзе. Просто это статистика. Вот. За что борются итальянцы? Теперь в отношении образования, высшего образования или среднего образования до перестройки, в эпоху развитого капитализма в Италии. Были вузы частные, такие как Бокони или, например, Льюис. Не для всех. Но есть университет Сапиенца. Сейчас этот университет, к большому сожалению, он здорово захерел. А тогда, 70-е, 80-е и даже 90-е годы, это была вот такая вещь. Практически бесплатно. То есть там плата была настолько символическая, что обычная семья этого не чувствовала. У нас здесь рядом университет, знаменитый Сиенский университет. Те, которые у нас имеют высшее образование, в частности наш мэр, они все закончили Сиенский университет. И не так много на это потратили денег. Многие учатся еще здесь, в Болонии. Ну, то есть это общежитие. Кстати, общежитие тоже не так дорого. Это все стоит. Это все очень было доступно всегда. А сейчас они университет, перестройка, эпохи перестройки, это все дело разворотили они. Поэтому вот такая вот была жизнь в Италии. Примерно такая же жизнь была в Греции и в Испании, как я вам сказала, что Германия, ФРГ, Австрия и Франция, они жили еще лучше. И Соединенные Штаты Америки. А теперь у нас перестройка. И теперь что нам говорят? Что нам говорит папская энциклика? Что люди должны отказаться от частной собственности. Что нам говорит Давос, Давосский форум? Что нам говорит? Что мы должны от этого отказаться, что мы должны жить и надеяться на подачки государства. То есть должна быть уравниловка. Здесь в принципе тоже была уравниловка, так более-менее, но та, о которой я вам сейчас сказала. Но если человек, он чувствовал себя талант и трудолюбие, он даже из очень простой семьи мог получить, сделать потрясающую карьеру и заниматься бизнесом, то есть зарабатывать деньги. Потому что без бизнеса, без капитализма, ни одна экономическая система, она не может достойно развиваться. Капитализм, то есть коммерция и бизнес, они должны обязательно существовать. И должен быть стимул в принципе. Да, у меня есть неплохая база, как говорится, материальная, но если я хочу, я могу что-то добиться. И зарабатывать сам, не зависеть ни от чиновников, ни от кого, открыть свою фирму и зарабатывать деньги. Платя налоги, подтягивать всех остальных до хорошего уровня, как это было в Италии в эпоху развитого капитализма. Потому что именно бизнесмены, именно вот эти фабрики, фиат и так далее, концерны, они давали деньги на поддержание вот того приличного уровня жизни людей. Поэтому, естественно, они здесь были все и в Париже, и в Мадриде они были, и в Америке очень многие были. А главное, потрясающий всегда был выбор любых товаров. И за тобой еще будут бежать и упрашивать, чтобы ты это все приобрел. Кожаные изделия итальянские. Потрясающе. Это до перестройки, до глобализма, пока это не начали делать все в Китае, из-за чего очень сильно страдают местные ремесленники. Вот таким образом. И все доступно. Итальянцы, когда выходят на манифестацию, они борются за это. Они хотят жить так, как они жили до перестройки, в эпоху развитого социализма. Они не хотят, чтобы им говорили, и ты придешь в столовую, и тебе за 4 лиры дадут салат, который ты должен съесть, или компот. Или у тебя будет от профсоюза поездка на 21 день, туда, куда мы тебе скажем. И количество ассортимента мы настолько сократим, потому что тебе, в принципе, это не надо. Будешь учиться шить, будешь учиться вязать и довольствоваться тем, что мы тебе выделим. Они этого не хотят. Поэтому они выходят на манифестации, потому что они хотят вернуться к тому уровню жизни, который у них был в эпоху развитого капитализма. А сейчас у нас железный занавес, и они в шоке. Потому что что такое свобода передвижения, когда я приезжаю в аэропорт, я покупаю билет на любой ближайший рейс, и я лечу, куда я хочу. Я заработала, я имею право, а не так, как сейчас. Чтобы мне полететь в Москву, мне надо писать декларацию. Это железный занавес. Европейцы не хотят жить за железным занавесом. Какого черта? Почему для того, чтобы поехать в Рим, я должна докладывать? Я не хочу это делать, это моя свобода передвижения. Я не ношу намордник, потому что когда мне задают вопрос, почему я не делаю, потому что это моя свобода, потому что это прописано в Конституции. Когда ко мне подходило вид железо и говорило, куда вы идете, какое вам дело? Потому что я свободный человек. Я свободный человек. Я это видела, когда я была ребенком. Так получилось. Я в этом оказалась в 90-е годы. Сейчас меня толкают в перестройку, которую я пережила в 90-е годы, а потом меня возвращают в то, что я не любила в своем детстве. О чем я говорила вчера. И они, европейцы, они это не любят. И они никогда это не полюбят. И у нас сейчас и полиция, и представители власти, они это понимают. Что это ненормально. Что это режим. Что это концлагерь. К чему нас ведут. Вот. Я очень хорошо запомнила. Мы сегодня с Леоном будем брать у него интервью. Это мне врезалось. 1982 год, когда умер Брежнев. Когда к нам в гости пришел человек, который работал в спецслужбах советских. Порядочный, умный, хороший, образованный. Они сидели на кухне с моим родителем. Он был со своей женой. А я слушала. Мне было всегда интересно. Мне было до всего дела. И вот это мне запомнилось очень хорошо. Когда он сказал, они обсуждали смерть Брежнева, что будет дальше и так далее. Когда он сказал, а что мы живем. Это эксперимент, который на нас проводят с 1917 года. С момента убийства Столыпина. Потому что Столыпинская реформа, она была потрясающая. Она обеспечивала все. И свободу, и хорошую жизнь для людей. Его уничтожили. Уничтожили его англосаксы. Английская монархия. Виндзоры. Которым всегда остальные монархи составляли для них конкуренцию. И такие, как Романовы. Ведь, в общем-то, Николай II. Вы прекрасно знаете о том, что у него были родственники англичане и датчане. Его же не спасли. Его не спасли. Потому что не нужна была Российская империя. Российская монархия. Не нужна была. Не нужен был Столыпин. Они хотели посмотреть, получится ли это в пределе какого-то государства. Вот такая форма жизни. Когда люди не могут себя проявить до конца, а рассчитывают только на подачки от государства. И должны повторять, что общественное выше личного. Попробовали. Попробовали. Для меня... Я помню этот его рассказ. Запомнила. Мне было 12 лет. А теперь они, видимо, решили, глобалисты, это все переложить на всю планету. Я не хочу. Что я хочу поехать туда, куда я хочу. Я хочу купить то, что я хочу купить. Я хочу съесть то, что мне нравится. Я хочу в любом магазине иметь чувство собственного достоинства. Как жила Италия. Как жила вся Европа. Поэтому, друзья, я понимаю, может быть, некоторые люди смотрят, может быть, уже смотрели в прошлом мои репортажи, потому что вы как бы понимали, вот вы за Советский Союз, что это, как можно сказать, загнивающая Европа. Вот. Загнивающая. Это не выдержит. Нет. Капитализм как раз выдержал. Не выдерживает перестройка и направление, скажем так, формат экономики Советского Союза. Это не выдерживает. Все абсолютно наоборот. Поэтому люди здесь борются за свои права. И вы знаете, какая интересная еще? Посмотрите на лайки и на дизлайки. Я понимаю, что у меня их очень много, но, скажем, из 6-5 лайков или 4 лайка и 1 дизлайк. То есть основная масса людей, она согласна со мной. И мне сегодня написали мои одноклассники, они пришли в ужас. От чего? От комментариев. То есть люди, вот, допустим, которые придерживаются моей мысли, они даже не лезут. Очень многие не лезут, не высказываются, сдерживаются, не более сдержаны. Тем более там, в общем, какой-то огонь какой-то поднимает. Зачем это надо? Но они мне сказали, мои одноклассники, которые из очень простых семей были, но которые заработали деньги, и они вот, допустим, начало 2000-х, там очень хорошо пожили, создали свои фирмы и так далее. А сейчас они опять в этой самой перестройке, как и весь мир, оказались в этой перестройке. Это же кошмар. Потому что если мы вернемся вот в те времена, которые были раньше, и вот из нас, из пяти, мы четверо будем не согласны, а один будет согласен, что так и надо. Этот винегрет за 4 копейки, у всех одинаковые штиблеты, это вообще круто и классно, что я ничего не умею делать и не хочу делать, но таким образом я и не завидую другим, потому что те, которые умеют, им все равно не дадут. Это же будет кошмар, потому что один из этих пяти из четырех, он будет, естественно, своей агрессией таким образом продавливать тех, кто будет думать иначе и захочет жить иначе, захочет жить так, как жила Европа в эпоху развитого капитализма. Поэтому не надо жалеть европейцев. У них-то эта перестройка, особенно тяжелый период, это 10 лет, а перед этим они вот жили всегда свободно и хорошо. И это генетически есть, генетическая память, передвигаться, носить вещи красивые, выглядеть достойно. Я понимаю, что сейчас, кстати, многие вещи изменились. И, кстати, русские девушки, славянские девушки, они выглядят зачастую симпатичнее, нежели чем европейские, дорвались, потому что наконец-то дорвались. Я не думаю, что они захотят возвращаться в Заря. Такая фирма была Заря. В эти колодки, жуткие колодки фабрики Заря. Или фирма джинсы с непонятного цвета марки Верея. Были такие. Вот. Поэтому смотрите на лайки и смотрите на количество дизлайков. Поэтому не жалейте европейцев. Мои одноклассники, мои друзья, испугались того, что вот эта глобализация выжас за глобалистов. Когда вы говорите Венегрет за 4 копейки. Или написали мне, женщины рожали в бараках, трех-четырех детей были счастливы. И все были счастливы. Да, особенно, когда с номерком ночь простояли за апельсинами там или за чем-то. Я помню эти времена. Я помню прекрасно. Рожали в бараках и были счастливы. Я не думаю, что здесь найдется хотя бы одна итальянка, которая скажет, я была бы счастлива рожать в бараке. Поэтому просто вы напугали моих же вот соотечественников, россиян, которые скажут, кошмар. То есть этот глобализм с таким процентом, один из пяти, да, или один из четырех, он проще пройдет в России, нежели чем в Европе. Потому что здесь будут бодаться. Они не хотят этого. Друзья, поэтому кому интересно, пожалуйста, вечером у меня сегодня будет интервью с Леоном. Спасибо большое, что вы смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся вечером. Субтитры сделал DimaTorzok